Оптимизм, инициативность, творчество. Те три кита, на которых стоит жизнь активных людей третьего возраста. Дети выросли, подросли, внуки, настал час уделить внимание себе. Такого мнения придерживаются те представители золотых лет, которые выкрыли в своем графике время, чтобы прийти в территориальный центр социального обслуживания населения Московского района и узнать больше о существующих здесь студиях и кружках. Сезон дачи огородов завершается, настает время для саморазвития. Душа не стареет никогда. Это именно говорится о людях пожилого возраста. Они настолько молоды, настолько энергичны. И вы знаете, они приходят и говорят, нам надо чем-то заняться. Внуки уже, как говорится, подросли, школы закончились. И вот они сюда приходят и здесь находят свою изюминку, заботу, поддержку, подружек, друзей. 143 жителя Московского района уже предпочли однообразным домашним будням общение, творчество, спорт. Ведь для этого в центре есть все условия. Сразу жизнь у меня поменялась. Сидела дома, никуда не ходила. Было мне скучно и грустно. Вот, и нечем заняться. В общем-то, хотя и было чем заняться, но для души работы, так сказать, не было. Вот, пошла и как бы все образовалось. Очень нравилась мне психология. Я много чего поняла в себе. Вот, и хочу и дальше походить. Радуга творчества тоже очень понравилась там. Чего только мы не делали. Я даже не знала, что такое можно делать. В отделении для пожилых граждан существуют студии декора и музыки, клубы для интеллектуалов, курсы самомассажа и иностранных языков. Презентация самых весомых достижений состоялась в рамках Дня открытых дверей. В этом году есть и новинки. Например, клуб «Оптимист». Туда, я думаю, пойдут те люди, которые не сидят на месте. Велосипедисты, любители шахмат-шашек. В основном это спортивное направление. В планах у нас еще открытие школы танцев. Дальше в планах еще, я думаю, мы пойдем дальше по парикмахер на дому. Домашний парикмахер, чтобы можно было внучка подстричь. Записные кружки в клубы и студии открыты. Уточнить дополнительную информацию или узнать подробнее о направлениях, которые развиваются в отделении, можно, обратившись в территориальный Центр социального обслуживания населения Московского района города. Субтитры создавал DimaTorzok